Почта России продолжает зимнюю декаду подписки. До 12 декабря ее клиенты смогут оформить любимые газеты и журналы со скидкой 40%. Несмотря на развитие информационных технологий, почтовая связь не теряет актуальности. Особенно на селе наша съемочная группа побывала в Маргаушском районе. Каждый будний день почтальон Светлана Галкина преодолевает больше 10 километров. Пешком, в любую погоду и всегда с улыбкой на лице. В сумке заветный груз, письма и газеты. Светлана Алексеевна очень любит свою работу и уверена, что приносит людям радость. Давняя подписчица газеты ХПАР, 88-летняя Капитолина Александровна из деревни Рыкокосы встречает почтальона как близкого человека. Несколько я помню, у нас родители всегда выписывали газеты. Раньше отец выписывал, сейчас мама. Какие газеты хочет, такие она выписывает. Мы не запрещаем, она очень любит читать у нас. С работы приходим, она нам рассказывает, вот в этой газете вот так написано, вот тут вот так. В прошлом году нам надо было найти специалистов, которые колодец роют. И через ХПАР газету, там объявление было, позвонили, приехали, нам вырыли колодец. Обойти три населенных пункта. Работа у сельского почтальона непростая. Говорит, такие ежедневные физические нагрузки в ее 64 года помогают оставаться в хорошей спортивной форме. Работаю с тех пор, как вот мама умерла дома, не захотелось одной дома сидеть. Теперь хожу по деревням, не скучаю. Молодежь в основном, вот молодые мамы там подписываются на детские журналы. И каждый день пешком? Да, советуют иногда попутчики. Что, скутер не купите? Почему не на лыжах? Всякое там бывает. Ну, пешком, как говорится, как начальник у нас смеется. Вот, говорит, люди за фитнес платят, а вам за фитнес доплачивают еще. Вести Светланы Галкина приносит уже 7 лет. А до этого она долгие годы трудилась воспитателем в школе. Она вроде не хотела. Говорю, болею, не могу. А так сейчас привыкла, она со здоровьем лучше у нее. И она общительная, пивунья, плясунья, всякие праздники, вместе все организовываем. Сейчас в век интернета многие считают, что печатные издания в обычном виде уже не востребованы. Но Светлана Галкина готова поспорить. И газеты, и журналы, и письма на обычных тетрадных листочках и праздничные открытки всегда будут востребованы так же, как и хорошие вести. Ифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Валерий Рязюков, Республика.